Центробанк видит признаки перегрева рынка ипотеки и готов принять жесткие меры. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиулина на банковском форуме в Сочи. Она упрекнула банки в поиске легких доходов, бездумной раздачи ипотек и навязывания услуг. Глава ВТБ Андрей Костин неожиданно согласился. Евгений Перельчук подробнее. Претензий у Центробанка накопилось. Начала Эльвира Набиулина с темы ипотеки. Выросла она, по ее словам, на 30%. В августе выдано кредитов на рекордные 850 миллиардов рублей, а это высокие темпы. Банкам надо обратить внимание, кому кредиты дают. Сейчас ЦБ хочет ограничить выдачу ипотеки тем заемщикам, кто тратит на кредиты больше половины своих доходов. А по итогам второго квартала этого года, именно таким и без того закредитованным гражданам банки выдали 70% ипотек. Еще одной претензией стало навязывание услуг со стороны банков. Здесь нужно вводить миллиардные штрафы, считает глава ЦБ. Те взыскания, что есть сейчас, 1% капитала или не менее 1 миллиона рублей, никого не пугают. На упреки ответил глава ВТБ Андрей Костин. Его реплика прозвучала неожиданно. Вот фрагмент их беседы. Некоторые банки говорят, у нас прибыль от того, что мы вот так неправильно продали, гораздо больше, чем штрафы, которые мы можем заплатить. Поэтому мы сейчас готовим предложение по законопроекту, которые кратно за такого рода вещи будут увеличивать штрафы. Как это работает во многих странах, там полагаются многомиллионные, многомиллиардные штрафы. Мы будем идти по этому пути, потому что здесь уже ждать бесполезно и уговариваниями здесь не обойдешься. Мы, конечно, начали услугу употреблять, может быть, в некоторой степени, и скоростью, и качеством кредита. Вот знаете, у меня один клиент пожаловался на банк. Говорю, а в чем дело? Понимаете, вот позвонили мошенники моей супруги. Она пошла в банк, взяла там кредит, оплатила мошенникам. По их рекламе, в чем наша вина? А вы слишком быстро кредиты выдаете. Вот мы как можно быстрее, как можно больше. И все это, конечно, нужно в определенной степени остужать время от времени. Эльвира Набиулина меж тем продолжила. Регулятор видит элементы схем на рынке ипотеки. Когда банки предлагают очень низкие ставки на первые пару лет кредита. Потребитель не до конца понимает, какая стоимость кредита, возмутилась Набиулина. Это она говорила про так называемую ипотеку от застройщика. Схеме, ставшей популярной в прошлом году. Клиентам предлагались удивительные ставки в 0,1%. На самом деле застройщик завышал стоимость квартиры на треть, а разницу потом платил банкам. С такой практикой пора заканчивать, считают в ЦБ. Еще один острый момент – отрыв цен на первичном рынке жилья от вторичного. Сейчас он может достигать 50%. Населению важна не доступность ипотеки, а доступность жилья, напомнила Набиулина. О том, какие меры можно принять, рассуждает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Что касается банков, то они, в общем-то, заинтересованы материально в том, чтобы выдавать как можно больше кредитов. Найдут застройщиками, которые заинтересованы в том, чтобы максимально построить и продать. То есть какое-то раскаяние, наверное, здесь о нем не стоит серьезно разговаривать. Будут новые схемы. Какими могут быть эти новые ограничения тогда? Меры могут быть такие. Во-первых, сущностный запрет на повышение стоимости недвижимости за счет каких-то дополнительных услуг, как бы они ни назывались. Маленькая ставка, финансовая защита или что-нибудь подобное. То, чем занимаются сейчас застройщики, включая в стоимость квартиры и повышая тем самым ее стоимость относительно рыночной. Второй путь – это, собственно, удорожание фондирования для целевых сделок по определенным программам или по всей ипотеке. Это контроль за счет требований до создания резервов по кредитам, у которых ПДН выше определенного уровня. Центробанк может пойти дальше и, по словам Эльвира Набиулиной, впервые обязать отдельные банки остановить продажу некоторых продуктов физлицам и потребовать их обратный выкуп. Весной мы выявили ряд нарушений при продаже банками страховых и инвестиционных продуктов, особенно в крупных банках. И повторим осенью эти проверки. То ли пообещала, то ли пригрозила глава Центробанка.